Трактат Брахот Трактат Брахот Трактат Брахот Начинаем читать этот текст Вы сразу вспомните, что мы его проходили И немножко дополнений, немножко объяснений Чуть-чуть больше, чем в прошлый раз На прошлом уроке Амар Раби Хия Бар Авин Сказал Раби Хия Бар Авин Авин, это так его звали Его отца Он сказал две вещи Первая вещь и вторая вещь Прямо тут же они идут А именно, это было свидетельство о том, что он видел сам. Раф цалий шель шаббас, шель шаббат, бээров шаббат. Раф – это имя его учителя, Раф. Раф цалий, цалий – это на армейском языке молился. Шель шаббат, тфилат шель шаббат, да, молился субботнюю молитву. Какую? Тфила шель шаббат, бээров шаббат. Я спросил, какую? И не ответил. Он молился субботнюю молитву, шель шаббат, шаббат, бээров шаббат, Раф шаббат, накануне субботы. Это означает, что накануне субботы вообще молятся те молитвы, которые должны идти в Йом-Шиши в пятницу, пятничные. А он молился субботнюю молитву, и ещё когда был день. Это означает, что он молился вечернюю молитву. Субботнюю вечернюю молитву, которую мы молимся в начале субботы, когда приходим в синагогу. И вот уже после Минки уже солнце село, полная темнота, и мы с вами, как правило, бывает, что прибавляем немножко, да, к избунничного дня, сегодня об этом будем говорить, но вот эта вот вечерняя молитва субботняя, которая состоит из семи брахот, из семи благословений, он молился её, Рабихи Баравин, в субботу, в субботу, Б.Р. в шаббат, ещё когда стоял светлый день. И вторая вещь, которую он свидетельствует, Рабихи Баравин, Раби Йошия, мыцалый шель мыцээй шаббат бешаббат, а он молился после субботнюю молитву, шель мыцээй шаббат, мыцэй шаббат – это исход субботы, после субботнюю молитву в субботу. Это означает, что тоже разговор идёт о молитве Аравит, у которой молились не при наступлении ночи, при наступлении новых суток, нового дня, а дня как сутки, да, а ещё заранее. Что это означает, почему здесь всё это появилось? Появилось на том простом, такое простое объяснение, что же мы говорили с вами, что время Минхи, её можно начинать, её нужно завершить, по мнению мудрецов, Рабанан, до эров, ад-эров, до вечера, до наступления вечером, ну, когда солнце сядет, или когда звёзды появятся, два мнения есть. А Раби Иуда сказал, нет, время Минхи, это половина Минхи, о которой вы сказали, что это Минха, ад-плаг Минха, и мы, вы помните, мы говорили, что это 10 часов 3 четверти часа, час четвертью до наступления, чего? До наступления 12 часов, то есть, завершения светлой части суток. Как только Минху прочитали по Раби Иуде, в принципе, можно было бы читать и Марев, почему? Потому что время Минхи прошло, а раз так, то сейчас начнётся время Марева. Марев на языке Мишны и Гимара, аравит. Вот об этом, на эту тему мы сейчас и говорим, что есть пример о том, что, оказывается, был человек, а именно, это кто был? Это был Рав, который молился, и все это видели, вечернюю молитву, ночную молитву, которую нужно молиться вот сейчас, он молился до этого. И говорил как раз, что это всё было перед субботой, не дожидаясь, не дожидаясь чего? Наступления субботы. Это означает, что закон идёт по кому? По мудрецам. Извините, идёт закон по Раби Иуде. Да? Час четверть ещё остаётся время, и он молился здесь. Если до этого времени, то, по всем мнениям, нельзя, молитва не считается, зря произнесена. И поэтому пришёл Раби Хейбар Амин и сказал, у нас был случай с субботней молитвой, который начали перед субботой, у нас был случай с после субботней молитвой, тоже аравит, который начали в субботу. Вообще бы ему хорошо принести было случай какой? У нас был случай просто будничный. Человек молился перед наступлением следующих суток, а это был Марев, ещё светло было. Такой бы ему нужен был пример привести, но мы помним, что в прошлый раз у нас стояли два человека, ученик и учитель, и был мнение, что ученик, так, где Мария написано, подошёл к учителю и спросил, Раф, мой учитель, нартом написано, да, он, это тоже было перед субботой, он отделился от всех работ, то есть сейчас ещё светло, он же принял на себя субботу. Поскольку он задал такой вопрос, то непонятно, зачем он спрашивает учителя, а сам-то он не принял. Если все приняли, так все приняли. И есть одно мнение, что он стоял ещё молился Минху. А, оказывается, есть такой случай, по мнению некоторых мудрецов, что в одном и том же месте молятся два человека, и, может быть, их много было. Один молится Минху, второй молится Мария. Само по себе это очень странно, но такой случай есть. И нельзя его спросить, что ты молишься. Ну, учитель не всякого спрашивает, мы знаем, что это ученик, почему он спросил, потому что он был с ним в дружеских отношениях. Так или иначе, нужно было привести пример, когда никакого сомнения нет, что человек молится вечернюю молитву, которую нужно после заката произносить. Вот привёл случай, такие два случая, Рабихи, Баравин. И эти два случая завершают нашу гемару. И сейчас начинается, и коротко упоминается, очень короткая тема. Короткая тема, что, вообще-то, это вещи-то не простые, субботнюю молитву читать, да ещё и вечернюю. В каждой молитве вечерней, субботней, есть такая вещь, которая называется «кадуша». Это называется то, что в кадиш, сейчас я буду рассказывать об этом, что такое кадиш, да? Мы произносим это в молитве, а потом ещё и над стаканом, над бокалом вина, а-ля кос, шильяйн. Мы ещё раз произносим это дома или в синагоге, по-разному. И вот это есть уже наши молитвы. И это отличает здорово, что отличает субботнюю молитву вечернюю от будничной. Человек, который молился до наступления субботы, он какую молитву молился? Будничную? Ну, он молился субботнюю. Но субботнюю молитву молится в субботу, она упрощённа, там всего семь благословений. Три такие же, как в обычной, три последние, такие же, как в обычной, а всё, что в середине, 13, да, на самом деле, всё это убрано, и сделана одна молитва, субботняя. И там есть вот эта к душу, кедуш. Не весь кедуш, которым произносит, а только начало его, без благословения, в этом тексте. Этот текст можно произносить до субботы. Сейчас будет задан вопрос, вот что он к душу сказал? А если он сказал к душу, он не может не сказать к душу, то может ли он сделать кедуш дома до наступления, до заката солнца? А потом заодно вспомнили, слушайте, ведь то же самое и с выходом из субботы. Там делается, там произносится Авдала. Вы помните, да? В самом начале, снова, есть обычная будничная молитва, Амида, Шмана Иссы, и пусть три такие же, как везде, три такие же, в конце такие же, как везде, а внутри 13 будничных. И в первой произносится Авдала сразу же после субботы. В первой молитве, если пропустили, то будет это уже шахрит, утром нужно принести эту Авдалу. Он что молился? В субботу человек молится, в завершение субботы. Марев, ну, аравит, будничный, который нужно читать, я вам решён уже, он произнёс это Авдалу? Конечно же, иначе не получится. И он произнёс молитву какую-то, шельхоль, обычную, не субботнюю. В субботу не субботнюю молитву он произносит. И Авдалу, а хорошо, а домой придёт, он может Авдалу сделать? Прямо вот так, прям берёт стакан, берёт свечи, зажигает. Так как мы делаем перед субботой со свечами субботнями, то же самое с Авдалиной свечей он делает. Вот на эту тему заодно наша гемара пришла и задаёт эти вопросы. Ей объясняет. Раф цали шель шаббат, шель шаббат, бээров шаббат. Раф произнёс субботнюю молитву накануне субботы. Окей. Тут же гемара спрашивает. Умерк душа аля кос? О, ино умерк душа аля кос? Если тут так поступил человек, который сделал это, Раф в данном случае, то обязан ли он говорить к душа над бокалом вина? Потом, когда придёт домой. Или не надо ему говорить к душу над бокалом вина. Прямо так написано. О, мэр, душа аля кос? Это вопрос. Говорит к душа аля кос над бокалом. О, или? Ино умерк не говорит к душа аля кос. К душа, повторяем, есть текст кедуша, мы освящаем субботний день, и большинство говорит, что это Мидарайта и Сторы. И он состоит из двух частей, если мы помним, с двумя богословениями. И первое богословение заканчивается богословением при агафон, на яин, на вино. А второе, мы говорим о шаббат, богословение субботы. И первая часть, Ваихулу ашамаем, помните, да? Ваихулу ашамаем, завершил делать небо и так далее. Все эти стихи, Пасуким из Торы, первая часть произносится в вечерней молитве, самой молитве. А над бокалом вина, уже после молитвы, когда делается аля кос, у кого-то стоит вино в руке, и произносят обе части. Так вот, здесь говорится о той части, произносит ли он, говорит ли он к душу над бокалом вина. Называется, делает ли он кедуш или нет. Или не надо ему говорить к душу над бокалом вина. И это тоже понятно, что это за вопрос. Не надо ему говорить. Почему? Дело в том, что молитва, сама молитва, это постановление мудрецов, Мидарабанан. А вот субботний вечерний кедуш, как мы сейчас сказали, из Торы. Поэтому, возможно, кедуш надо произносить только с наступлением субботы. Она из Торы. Мудрецы прибавили, хорошо. Но, может быть, они настолько прибавили, они прибавили, только разрешили прибавить время и молиться. Но, может быть, они не прибавили к душу. Может быть, потом всё равно нужно в субботу её осветить. Мы ещё будем говорить об этом, может быть, скажем, а можно уже и не говорить. То же самое со Шма. Если кто-то прибавляет к субботе в пятницу раньше, живёт где-нибудь в Берлине, не знаю, где там, я в последнее время был, вот в Нюрнберге летом, это то же место, в Ленинграде ещё больше, извините, в Питере. Всё это наступает очень поздно, и люди прибавляют к субботе, и они говорят молитву, после чего они делают кедуш. Когда они молились, это же Мариев был, сначала они молились Шма, помните, да? Это Мариев, Аравид. Говорят Шма, а потом молитву. Так вот такое правило. Если они так сделали до наступления субботы, им Шма нужно будет повторить потом, когда наступит субботу. Может быть, то же самое с Гудушой, потому что она не очень засчитывается, а нужно в субботу сделать, смотрит на горячие свечи, которые зажжены были заранее, и произносит в Эхула Шамай, всё Мадыша. Вот в чём вопрос заключился. И ответ. Та, Шма, иди, учи. Иди, учи, значит, гемара, псак называется, даёт результат, результат, закон Аллаха, Ташма, да Амар Раф Нахман Амар Шмуэль, Раф Нахман сослался на своего учителя Шмуэля, не Шмуэль сказал, а Амар Раф Нахман, это важно, кто принёс нам эти слова, почему иногда в гемаре возникают такие ситуации, когда учитель сказал разные совершенно диаметрально противоположные вещи, если слушать этого и этого, какой-то сбой где-то произошёл или как-то было, достали из контекста. Что сказал в данном случае Раф Нахман, ссылаясь на Шмуэля, он сказал следующее, такой закон, Митпалель Адам, Шель Шаббат, Бэй Раф Шаббат, разрешается субботнюю молитву, Митпалель молится, я перевожу это как произносит молитву, Адам, человек, Шель Шаббат, Шель Шаббат, слово молитва здесь пропущено, молитву субботнюю, Бэй Раф Шаббат, накануне субботы. Ну, понятно, что после половины Минки, помните, мы говорили, да, ахарей плагминха, если до половины Минки, вообще ничего не считается, потому что это по арабии иуде. Вмр к душа а-ля конс, вот так закон звучит, им говорит ещё до наступления физической, фактической субботы, он говорит, к душу над бокалом вина, и не надо её повторять, когда наступит сама суббота. Вот интересно, что, так было сказано, и Гемара ещё прибавляет, Вагилкота, Каватый, закон устанавливан именно по этому мнению. Сейчас будет ещё вторая часть, и там не будет такой фразы, закон устанавливан по этому мнению. Тоже не просто так, сейчас посмотрим. Важное замечание. Можно ещё засветло произнесли вечернюю молитву, ещё пятница идёт, уже плагминха прошла. Остаётся последний час. Час, наш час, когда мы светлый час, часть суток делим на 12. Дело в том, что в летом этот час больше, чем фактический час. Не час с четвертью по часам, а посчитать нужно больше. На всех календарях для всех, всякого места написано, где всё, когда происходит. Обратитесь к каравину. И мы что мы делаем? И мы устраиваем Сюду, а Сюду можно устроить субботнюю здесь? Понятно, что можно. Засветло устроить трапезу. И даже закончить её до наступления нормальной, фактической субботы. Потому что принял на себя святой субботы, и не надо повторять эту трапезу ещё раз. Такое мнение большинства. Ровга пуским. А некоторые с этим не очень согласны. Частично согласны, частично нет. Они тогда говорят, что тем не менее, поскольку Сюда в субботу, всё-таки есть мнение, что это из Торы, надо бы, когда наступит настоящая суббота, а не тобой принятый. Хотя в самой Торе вроде бы вычитывается, что надо прибавлять от простого, от будничного к святому, к субботе. Всё равно, раз там сказано, в субботу сделай Сюду, съели бы всё-таки кизайт хлеба ещё и, когда она наступит. Так сказали эти мудрецы. Это написано Мишне Бруру, а мы поступаем, как Мишне Бруру. Ещё говорили про Шма. Это мнение всех нужно прочесть Шма, я всё по радьбе Засветов сказал Шма вместе с вечерней молитвой. Повтори, когда наступит ночь. И всё это, по мнению раби-иуды, когда до плагминхи произносится, сразу после этого можно произносить равид, как только кончился этот плагминхи. Это тосов вот добавит. А мы с вами читаем дальше. Второе мнение, вторая часть его свидетельства. Кого свидетельства? Красиво, по-моему, да? Это совершенно разные слова, совершенно разные корни. Одно арамейское слово, второе из иврита, из святого языка. А звучит красиво. Он произносил послесубботнюю молитву, равид, ещё в субботу. Вы должны вообще удивиться. Как это? Мы так не делаем. Кто это такое видел? От субботы оторвать что-то. И вопрос возникает. Ещё мало того, что... Да-да, именно такой вопрос возникает. Умер гавдала аль-гакос. О, эйна, умер гавдала аль-гакос. Но нужно после этого абдалу сделать. Раз он закончил субботу раньше, что с абдалой? Абдала – это та молитва, на которой мы произносим прощание с субботы. Мы её не освещаем, мы её как постфактум, да? Вот она закончилась. И там мы делаем каким образом? Есть несколько благословений. Первое – приагофен на вино. Вторая вещь – на свет абдальные свечи. Ещё вот так вот мы делаем, да? Третья – это благоухание, благовония разные. И потом ещё произносится сама авдала, сам текст. Вот этот текст, кстати, он произносится ещё и в тексте молитвы, аравит, после субботы. Обратите внимание. Так вот, надо ли этому человеку говорить ещё и абдала над бокалом вина, пока суббота ещё не кончилась? Потому что есть такой закон, это медарбанан, что вообще нельзя начинать работы, пока ты не сделала абдала. Только когда у тебя уж деваться некуда, пожалуйста, и абдалу, ты можешь сделать попозже. Иногда можешь даже и в молитве принести её, даже если забыл, в Йом решён после субботы, в воскресенье, утром, пожалуйста. Но так делается, что нужно до абдалы, работа никаких не делается. Раз они прибавили будничные дни за счёт субботы, то, может, и абдалу нужно было сделать над бокалами вина. А именно, когда мудрецы разрешили произносить послесубботнюю вечернюю молитву, молитву ещё засветло, а значит, они ещё и сказали, что там есть слова «авдалы» внутри этой молитвы, то разрешили ли они после молитвы, и тоже до завершения субботы, делать абдалу над вином. Вот что спрашивает наша гемара. «Ташма, иди и учи», из чего учи, «де Амар, Раф, Иуда, Амар, Шмуэль», то же самое Шмуэль, только другой ученик, «Раф, Иуда», «де Амар», потому что сказал «Раф, Иуда», «Раф, Иуда», «Амар, Шмуэль», сказал Шмуэль». Что он сказал? «Митпалэль адам шельмацея шаббат бешаббат». Вы слышали такое? Молится, разрешается ему произносить послесубботнюю молитву? В субботу. После субботнюю, это я так перевёл, но в субботу. Ну, понятно, что после половины минки, вот в этот час с четвертью, «Во мер Абдалла аль-Хакос». И говорит Абдаллу, ещё до завершения, фактического завершения, суббота, ещё суббота, вокруг нас бушует, а он уже говорит Абдаллу над бокалом вина. Совершенно непростая вещь. И не написано, так заканчивает гемара этот отрывок, и не написано «В гилхотаковатый», закон по его мнению. Тем не менее, это закон, записано. Но начинают люди изучать, как мы так, раз, поступаем, кто-нибудь слышал, чтобы так кто-нибудь поступал. Есть такое объяснение. Это, на самом деле, разрешение мудрецов. Они разрешили так поступать. Но это только для тех людей, для того человека, этих несколько людей оказались в такой ситуации, значит, для ряда людей, которые оказались в положении «онос». «Онос» – это, значит, непредвиденная ситуация, от них независимая, независимая. И самое главное ещё, что они не могли её предугадать, чтобы от неё устраниться, чтобы как-то решить этот вопрос. В данном случае приводится, как в комментариях, случай, когда человеку необходимо сразу же после окончания субботы у неё что-то где-то происходит. Причём известно, что. Сразу же после окончания субботы выйти из, называется, тхум-шаббат, за пределы границы субботней. Сразу же, как только она кончится, ему некогда. Например, он идёт на митцву, выполнять какую-то митцву, например, делать обрезание. Мы не делаем обрезание ночью, но всякое бывает в нашей истории. Или, я не знаю, там, спасать кого-то. Враги пришли в соседний город, нужно бежать спасать их. Люди тонут. Люди тонут всегда можно. В общем, вар-митцва, срочная митцва. И он не может нарушить субботу. Не запрещается. Не настолько эта вещь необходима, чтобы её можно было бы нарушить, иначе бы не было этого закона. Понятно, да? Пикух, знаешь, всё отменяется. Смертельная опасность, а если не так. Но он ждёт окончания субботы. И ему нужно выйти за этот тхум. Что такое тхум? У каждого места, где он находится, сам городок, там можно ходить в субботу. А если сделали ируф, так можно ещё и носить вещи в субботу. Только не спрашивайте меня, что такое ируф. Это не сегодняшний. В общем, есть такая специальная вещь. В простом городе, вы где живёте? В Нюрнберге. Нельзя по Нюрнберге ничего не носить. Нету ируфа. В Иерусалиме можно. В некоторых районах Нью-Йорка можно. В Москве тоже я не слышал. Но, например, в Киеве. Синагога стоит. Панемия гостиница и ещё несколько разных заведений, учебные заведения там какое-то, разные здания. Там можно носить всё между ними. Почему? Потому что есть забор, и есть то, что называется эруф. Эруф – некоторая граница, в пределах которых можно носить вещи. В доме можно носить вещи, а в гостинице – это уже непростой вопрос. В гостинице не один дом считается. В субботу. Но сделать можно ируф – это несложно. Ируф – хоцерот. А вот есть ещё одна такая вещь. Целый посёлок, целый деревень. Вообще для тебя может быть такой ируф, какой определенное место. Ты не можешь ходить сколько хочешь. Пошли в поход в субботу по Карпатам. А что, мы ничего не не сжим. В принципе нельзя. Можно уйти только на Алпайма-Монстр, на 2000 локти. На 2000 локти мы можем уйти. Но не можем уйти дальше. И поэтому ему бы надо уже находиться здесь в конце субботы. И вот он находится там. И там он произносит, что почему-то Миньян там оказался. Это, наверное, целая группа была. Они там произносили вот эту вечернюю молитву до того. И сделают Авдалу до того, но только не на свечи, а на яйн. И как только пошёл старт будничного дня, он тут же и пошёл. Не тратил время на молитву Авдалу. Вот о чём здесь рассказано. И понятно, что пока не наступит, сама не закончится суббота, никаких работ он не может делать. В наши дни так не поступает во всех случаях. Я даже не знаю, даже в положении онус. Если это пику-хнефиш, ты уже сейчас можешь нарушить. Если нет пику-хнефиш, смертельной опасности, и опасности для здоровья, для жизни, то ничего это не делается. И так, таков запрет последних мудрецов, называется охраним. Если решу ним, охраним. Это примерно наша эпоха плюс-минус хотел сказать, но плюса нету, минус 300 лет. И они объявили причины для этого, почему они отменили, запретили. Несмотря на то, что в гемории написано, шурха на руки написано, что в принципе это можно было бы, вот как я сейчас рассказал, как мы сейчас такое услышали, но этого не делали даже во всех случаях. Почему? Потому что удивляться будут посторонние. Они же не знают, что ты в онус. Они скажут, о, можно молиться после субботы, после субботнию молитву, молиться ещё в субботу. И вообще пораньше закончить. У людей работа, магазин открыт. И ещё, если дать такое разрешение, человек спокойно, элементарно, у него уже суббота кончилась, может подумать, что кончились и запреты на работу, запрещенные в субботу. Чтобы этого не было, отменили это разрешение. И ещё, в наши дни мы с вами молимся Минху, молимся Минху до половины Минки, да? Правильно? До час пятнадцать. Можем, пожалуйста. Не-не, не так. Это про Абби Иуде, до, после нельзя. А мы с вами молимся прямо до Ашкия, до завершения дня. Так мы с вами делаем, как мудрецы. Причём часто мы так делаем, прибавляем к субботе. Именно, часто мы так делаем, именно перед субботой. Я не помню, что кто-нибудь из нас молился заранее, ещё светло, в будничный день. А к субботе мы прибавляем. К субботе прибавляем, но мы не так не делаем никогда на исходе субботы. Просто у нас это не принято. И почему? Потому что тогда придётся вообще отсоединить от субботы к будничному дню. А это вообще особый случай. Поэтому запретили. Так или иначе, не запретили. И поэтому закон нас именно такой, что прибавлять к субботе можно, а всё, что сделал посредством раба Иуды, сказал, шмуэль, это закон. И как поступил Раф, то в то время ещё можно было сделать. Мы не молимся, человек не молится, после субботнию молитву вечернюю, ещё во время субботы. А уж тем более, не разрешается делать Авдалла. Авдалла в субботу мы не делаем. Читаем дальше текст. Амар Раф Зейра, Амар Раби Аси, Амар Раби Элазар, Амар Раби Ханина, Амар Рав. Хорошая цепочка, да? Длинная цепочка у нас получилась. Раз, два, три, четыре. Четыре человека друг от друга ссылаются на Рава. Когда Рав сказал, он сказал это своим ученикам, и что он сказал? Он подошёл к одному месту и сказал, смотрите, ученики мои, и показал. Бетсад Амуд Зе, рядом с этим столбом, вот с этой стороны этого столба. На самом деле, может быть, не Амуд, то место, где мы молимся, называется Амудом, если ты стоишь перед стенкой, тоже называется, в Гемаре, в Мишне. Ну, скажем, колонна, ладно. Не столб, колонна. Едпал Элли Раби Ишмаэль, Бераби Йоси. Здесь молился Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси. Шель Шаббат, Шель Шаббат, Берав Шаббат. То есть, субботнюю молитву, как мы с вами очень часто, перед субботой. Он сказал, вот, видите, чей столб стоит. Так сослались они все друг на друга, так сказал Рав. Только в Гемаре такое может быть. Киата Ула, Киата Ула. Когда пришел Ула, каждый раз фраза, когда есть Киата, называется, когда пришел кто-то из Израиля, в Вавилонию, в Бавель. А какой-то крупный учитель. Сейчас он скажет все по-другому. Киата Ула, Амар, он пришел, ему сказали предложение длинное, вот какая цепочка, и сказали, что вот здесь Раби Ишмаэль, наверное, показали ему этот столб, эту колонну, сказали, вот здесь он молился. Субботнюю молитву еще накануне субботы. Он посмотрел и сказал, Амар, бетсад тмара гава, вело бетсад амуда гава. Чтобы вы знали, все это истории, все знают. Я не мог сказать, за этот столб, про этот столб. Но известно, что такая история где-то произошла. Так вот, знаете, бетсад тмара гава, гава это было. Рядом с пальмой это было. Вело бетсад амуд гава, а не рядом с колонной. Так что я не знаю, что вы мне показываете, это явно не у колонн должно было быть. Потом подумал, сказал, Вело раби Ишмаэль бы раби Йоси гава. И это был совсем не раби Ишмаэль, сын раби Йоси. Эла, раби Лазар бы раби Йоси гава. Это был раби Лазар, сын раби Йоси. Сем другой человек, брат его. Вело шель шаббат бээр в шаббат гава. И это было не накануне субботы. Эла, шель мацея шаббат бэ шаббат гава. Это редкий случай, когда человек молился после субботнию молитву до, еще когда была суббота, до наступления после субботнего дня. Вот такая история. Я ее считаю, как анекдот. Так мы и учителя нам рассказывали. Просто рассказали такую веселую историю. Но надо понимать, что все это не случайно. В Талмуде есть тоже юмор. Вы мне скажете другое. Кто-то говорит о том, что вот какое-то было событие. А приходит человек и говорит, да нет, все участники события, место событий, вообще все было по-другому. Ну, значит, никакое-то не свидетельство. Просто кто-то о чем-то говорит о другом. Вы представляете, что кто-то где-то молился у пальмы. Нет человек, понятно, что другой человек. И понятно, что он может молить у друга. Но что, не значит, что здесь. Ведь он же, как он начал, говорит, не у этого, не у столба, он не сказал у этого. Он сказал, вообще не у столба молился. Кто? Кто-то другой. Но кто-то другой всегда молится в другом месте. Поэтому я понимаю, все это как не больше, чем шутка. Ну, это, наверное, с удовольствием рассказывали ученики друг другу, ишиф. И поэтому записали сюда, потому что не могли не записать. Еще немножко читаем, после чего мы пройдем законы, повторим некоторые законы. Это нужно сделать. Я думаю, нужно познакомиться, что это такое. Законы из Шульхана Руха на те темы, которые мы затрагивали на этих последних уроках. Мы говорили с вами про Шахет, мы с вами говорили про Минху, немного про Минху, потом мы с вами говорили много про чего, а сейчас пришло время чего? Вечерней молитвы. И мы знаем, что в нашей Мишне было сказано Тфилат нет в ней постоянного времени. Кэва – это постоянство. Нет постоянства. Май эн ла кэва. Гемара спрашивает, что это такое? Май – это что? Эн ла кэва. Что означает слова эн ла кэва? Нет в основном времени. Что это означает? И лэймэй дэй баэй мэцалэй кулэй лэйла? Если ты скажешь… Как перевести слова что эн ла кэва? И лэймэй, если ты скажешь дэй баэй мэцалэй кулэй лэйла? Если ты скажешь дэй что? И если баэй хочет мэцалэй молиться всю ночь? Если ты хочешь сказать, что вообще пришла Мишна и сказала нет кэва, всю ночь молись, сколько хочешь. То почему бы так не сказать молись всю ночь? Почему нет эн ла кэва? Элитно. Тфилада аэров, коль галайла. Надо было ей было сказать Мишне. Тфилада аэров, вечерняя молитва, молитва вечера. Коль галайла, всю ночь. Она же так не сказала. Элла май эн ла кэва. А поэтому, что означает нет у ней кэва? И ответ идет, что вот это, вот что означает. Кэман де Амар, как тот из учителей, кто сказал, кэ, как, ман это кто, через алев, кэман де Амар, как тот, кто сказал. Следующую фразу. Тфилад аэровид, ршут. Вечерняя молитва необязательно. Ршут, это вообще право. Есть хова, есть ршут право. Просто так вот посмотреть на все на это и сказать, что это означает. Да очень просто. Хочешь молить, хочешь не молить. Потому что все молитвы были сделаны для чего? Все молитвы были установлены, как мы помним, ни больше, ни меньше, как в соответствии с той жертвой, которая называется тамиды в храме. А ночью никаких жертв не приносили. Уже сжигали, дожигали то, что осталось от жертв. Поэтому установили. А раз так, то раз ее не было, то вообще-то молитву эту установили не очень-то и обязательно. Так иначе, есть мнение, есть мнение, что это ршут, а есть мнение, что это не ршут, а хова. Кэман де Амар, Тфилад аэровид, ршут. И наша Мишна идет по его мнению. Поэтому сказано было Эйн ла кэва. Но знаете, что отсюда следует добавочный закон. То есть это означает, что молиться, когда хочешь, да и хочешь молиться, молись. Поэтому такая странная форма. Как сказал Раф Иуда, де Амар, Раф Иуда, Амар Шмуэль. Мы уже мнение одно знаем, а теперь еще один новый закон приводит нам. Сказал Раф Иуда, что его учитель Шмуэль так сказал. Тфилад аэровид, рабан гамлель, омер, тфилад аэровид, ом, вечерней молитве. Или о молитве аэровид надо, да, сказать. Что он сказал о ней? Рабан Гамлель, Рабан Гамлель, омер, так он говорит. Хова, вэраби, нет, раби Иуда, раби Ашуа, иошуа, омер, ршут. Раби Ашуа говорит не обязательно эта молитва. Поэтому все это идет по мнению Раби Ашуа. Есть еще такое понятие, и что такое ршут? В данном случае ршут не что иное, как наше право ее молиться. но если пришла другая митсва, мы имеем право, которое нам мы обязаны сделать, она хова, и поэтому мы митсву, заповедь, ршут, мы можем убрать в сторону и выполнить, должны сделать так, выполнить ту митсву, которая хова, которая должна. Вот в каком смысле это ршут. Причем в самое последнее время, вообще все время, с самого начала, все евреи всего мира, всех всех общин, где бы мы ни были, принято молиться Аравид. Все молятся Аравид. Мужчины, все молятся Аравид. Как и прочие молитвы, как Шахрит, Мусов и Минха. И формально по закону, вообще-то, Аравид это право, не обязанность. И в силу этого, в силу этой формальности, это единственная причина, почему Хазан, когда мы молимся, вечернюю молитву, не повторяет ее вслух. Знаете ли, Шахрит повторяет, Мусов повторяет, Найла в Йома-Кипури повторяет, Минху повторяет, и только вечернюю молитву не повторяет, потому что это ршут был. Все, что осталось от ршута, на основном обязанность есть такая. Так мы приняли на себя. И Абай сказал, Амар Абай, Аллаха к диврей Аумер Хова. И закон идет по кому? Аллаха закон, к, как, диврей, слова, Аумер Хова, как Рабан Гамле. Арава сказал, выслушав Абай, вырава Амар, Аллаха к дивре Аумер Ршут. Аллаха не совсем другая. И это у нас, закон у нас принят в шульханрухе везде, как сказал Рава, она не обязательно Ршут, но тем не менее, повторяю, все евреи приняли на себя именно эту вещь. Почему? Потому что если бы это было как Раби, как 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 Рабан Гамле, что если бы это было Хова, как сказал Рабан Гамле, то у нас бы Хазан повторял бы ее, как все остальные молитвы. Смотрите, все, кто учился до этого, до этого момента, могут закрыть, перекрыть видеоурок, и они свободны. Остается только те, кто хотел бы знать, каковы законы, которые мы изучали, не изучали, а выходит, истекает из Талмуда. Дело в том, что изучать Талмуд это само по себе действие. Законы Талмуда, тоже их нужно узнавать, логика. Мы учимся всему этому. Но есть такая еще вещь, как законы. Так вот, есть два таких важных момента. Есть законы, по которым, законы вывода, по которым из Талмуда извлекаются законы для чего? Для нашего исполнения. И еще есть сама логика, не извлечения из Талмуда, а логика взаимодействия этих законов и выводов этих законов. Это две совершенно разные вещи. И поэтому, когда ученики учатся в Ешиве, в Коноле, они изучают законы, они изучают шульханару, с комментариями, и это отдельное, совершенно отдельное занятие. Но для этого нужно знать Талмуд. Талмуд нужно знать великолепно, для того, чтобы вводить эти законы. Поэтому, когда мы проходим с вами Талмуд, иногда я указываю законы, иногда сам Талмуд указывает эти законы. Но, как правило, мы не учим законы. Мы с вами проходим Талмуд. А вот сегодня посмотрим просто, каковы законы уже в готовом, выведенном виде из того материала, который мы с вами проходили. И всего у нас будет четыре параграфа, четыре коротких параграфа. Первый – это «Время молитвы Шахрит», потом «Ашламат Тфилот» в исполнении молитв. Как высполнять, если кто-то нечаянно не помолился, чтобы мы уже знали об этом. И у вас основываются листочки, можете смотреть, это тоже не окончательная вещь, это сгусток того, выдержка, выжимка из того, что мне удалось извлечь. По каждому понту можно еще написать какие-то исключения, какие-то дополнения. Третий момент – это «Восполнение предсубботних молитв в субботу, «Восполнение субботних молитв после субботы». На самом деле, здесь больше заниматься будем «Рош-Кодыш». Сейчас это несколько минут на это уйдет. И человек принял на себя в субботу по ошибке. Что с ним и как с ним дальше жить с этим человеком. Там очень короткий момент. Итак, у нас время молитвы «Шахрид». «Шульханарухи» так написано. Время молитвы «Шахрид» от восхода до конца четвертого часа. Все делим мы. И написано «Три дня». Вот это если мы все делим на двенадцать, начинается с первого часа, в полдень – это конец шестого часа, завершение дня, как будто бы циферлаты перед собой вижу, это, наверное, как завершение двенадцатого часа. Так вот, это первая треть. Если ошибся и прошло время, то там может молиться до полудня. Не до конца четвертого, до конца шестого. Но тогда ему не будет награды за прочитанную во время молитву. Вот этого уже не будет. А он получит награду только за саму молитву. Это называется «Тфилат Рахамим». Ну, Всевышний дает ему, такой ему подарок дает, ну, хоть молитву, чтобы ему зачитать. В Мишне Бруже написано, что такое «три дня». И она в Мишне Бруже, Хофисхайм писал, он написал, что делится на двенадцать часов, каждый из них час, о котором мы говорим. Первые три часа таких, поделенных, это «три дня». Если говорить об обычных часах, так написано «Мишне Бруже, то треть рассчитывается таким образом. Смотрится, сколько часов длится обычных часов, светлая часть дня. Если восемнадцать часов обычных, то речь идет о первых шести часах, треть. Если девять обычных часов зимой, то три дня это первые три часа. Он жил в Литве, и поэтому там, скорее всего, третая зима. Он если не молился до четырех часов, бомезит называется, злонамеренно, не хотел молиться. Всякое бывает, еще не значит, что он отрицает Тору. Вот так у него получилось сейчас. А, посплю я. Мог бы встать, мог бы, но не помолился. Не хочет. Все равно обязан помолиться до полудня. Обязан остается. И тогда ему будет награда только за саму молитву. К чему это пришло сказать? Есть учителя, которые считают, что не молившийся злонамеренно уже не может молиться после окончания четырех часов. Так, тикун такой, да, нет ему исправления. А, Ромо дописал, все с этим согласны, знаете, да, шульханарух, и уточнение это Мишнабрура, а Ромо это ашкенадский подход к шульханаруху, ашкенадский закон. С этим, то, что сейчас я буду говорить за Ромо, от Ромо, от имени Ромо, это с Франдием тоже согласны. После полудня, после окончания шестого часа, молиться шахрить нельзя. Все, закончилось. Тоже важное замечание. Мишнабрура дополняет Ромо, а так говорит, даже если не наступило время молитвы Минха, да, мы там до полудня это шесть часов, а Минха в шесть тридцать. Ну, вроде бы, Минха еще нет. Ну, в чем не искать? Помните, что Аравит начинает сразу после Минхи, даже еще день есть. То же самое здесь. Нет, Мишнабрура дополнять нельзя это делать. И даже если он оказался в ситуации ОНОС, вот что самое интересное. ОНОС, это значит, что-то ему было тяжело, кто-то помешал, ему связали руки. Пришел Беркут и сказал, не молись с пистолетом, все делать нечего. Но если он забыл, но если он забыл, то что? Он может помолиться Шахрид, забыл или не знал до какого времени молиться. Он может помолиться Шахрид до полудня, до чего пусть дождется. Но если он забыл, то он может помолиться Шахрид до полудня, если ничего не получилось, пусть дождется Минхи. Вы слышите? Ни эти полчаса и помолится дважды. Мы сейчас об этом будем говорить в исполнении молитвы. Первый раз как Минхи, второй раз как Шахрид. Восполненный. Однако, если случайно помолился Шахрид после полудня, но до Минхи, до наступления Минхи, между шестью и шестью с половиной часов, то восполнить Шахрид Шахрид после Минхи ему не надо, Шахрид засчитан. Ну, так у него получилось засчитан. Лучше бы так не делать. В исполнении молитв Шульхана Рух говорит, если не помолился молитвы в положенное время, для этой молитвы время, из-за ошибки, или потому, что он был в ситуации, он нас держали за руки, или был он нанят на работу, был, и работодатель сказал, что нельзя ее отменить. Тора прекрасно понимает такие ситуации и говорит, значит, как он сочетается, он не мог эту работу прерывать, или думал, что он успеет помолиться, утрудился, и что, заработался, и пропустил это время, или работал, чтобы не понести убыток, это про носа, тоже серьезная вещь, просто видел, чтобы не расстраивались, ой, что теперь делать, сейчас я понесу большой убыток, и ради убыток, чтобы этого неба можно с этим попременить, потому что есть возможность восполнить молитву, так иначе он забыл о молитве, во всех этих случаях, если не помолился Шахрит, Минху или Аравит, должен в следующей молитве помолиться дважды, любую молитву, которую он пропустил, можно в следующую молитву помолиться дважды. Вмешна Брура говорит, это говорит о том, кто ошибся, но не о том, кто пропустил молитву злонамеренно, бомезнит, если человек не молился, потому что не мог правильно настроиться на молитву, то же самое, то он говорит, ну не могу, не получается у меня, я сейчас таких людей не видел, но раньше, говорят, наверное, такие были, и сейчас, наверное, есть такие, это не считается злонамеренностью, и может восполнить молитву, ничего не получилось, потом помолиться два раза, хотя такая вещь может быть, вы знаете, он молится в таком месте, где, в принципе, можно молиться, там нет неплохих запах, все нормально, нет никаких голых фигур, я про животных, конечно, говорю, ничего не отвлекает, но как-то здесь тяжело, и он не может настроиться, мешает ему тут все, ну такой нервный человек, ничего страшного, может помолиться дважды потом, об этом сказал Мишна Брура, Шульхан Арух, и когда он будет молиться дважды, когда он будет молиться дважды, первое, обязательно, и та, которая в это время, а та, которую мы будем восполнять, это будет вторая, и это обязательно должна произноситься, когда у нее есть время, и восполняемую молитву, можно, как называется, трэмп, можно присоединить к той молитве, только в ее время, вторая молитва восполненная, которая была пропущена, и если он перепутал, решив, что первое восполненное должно быть, он ее должен повторить, взял, сказал, ой, я шах отнимался, сейчас я буду молиться, сейчас Минхо, сейчас я молюсь, Шахрид, а потом Минхо, Шахрид перед Минхой, не, нет, Шахрид нужно повторить, но тут очень интересно, когда он вспомнил, что он неправильно сделал, помолился Шахрид, ой, я неправильно помолился, он ее должен перемолиться, это не Минхо, не Шахрид у нее получилось, ни то, ни другое, сейчас он должен молиться, что, Минхо, а потом Шахрид, или же, первая молитва, Шахрид ошибся, но не заметил, вторая молитва, Минхо, а потом, ой, А теперь что, куда вставлять? После Минха молишься свою нормальную молитву. Первая не засчитывается. Она была первая. Она не должна быть первой. Замечание от Мишнабрура. Есть учителя, которые считают, что в случае, когда человек ошибся и произнес сначала восполненную молитву, та, которая была пропущена, её не надо повторять, потому что возможность восполнения всё, извините, пропущена, ушло. Ничего не сделаешь уже. Кривое не справишь, как написано, в Кваге. В таком случае есть совет. А мы всё равно сделаем. Как Мишнабрура у нас учит. Пусть восполнить её обязательной молитвой, обязательной после обязательной молитвы, но скажет такие слова. Ну, такие слова скажет. Поскольку есть такое мнение, только мнение. Если мне сейчас не нужно произносить восполняемую молитву, я её произнесу как недава. Недава – это значит, это называется, помните, мы говорили, без всякой награды, без ничего, вообще без ничего. Просто чистую сердцу надава, как подарок. Как приношение в храм. Приходили и говорили, вот я в храм даю. Не в силу того, что у меня какая-то есть потребность принести жертву, сын родился, или ещё что-то, много разных вещей. Просто на равном месте. Надава – это надвут, есть такое слово, волонтёрство, да? Когда человек без всякого вознаграждения что-то делает. Так он пускай скажет такую фразу. Если мне её не нужно произносить, это будет надава. А если нужно, я сейчас её восполняю. И будет восполнён. Следующее правило. Когда восполняет аравит после молитвы шахарит, понятно, да? Он не помолился, что? Вечернюю молитву. Забыл, предположим. Утром вспомнил. Потому что, если бы он вспомнил ночью, он встанет, да помолись. Аравит, ещё можно молиться всю ночь. А он только утром вспомнил. Ой, я не молился. Пускай восполнят её после что? С молитвой шахарит, после шахарита. Но сначала скажут шахарит, потом ашрай. Вот серьёзная вещь. И только потом восполнят и равит, чтобы между ними была разница какая-то. Так написано в Шульхана-рухе. Почему? Потому что ашры, он всё равно скажет в шахарит. Значит, он в шахарит им нужен будет ашры. Пускай он произносит это сейчас, прямо сейчас здесь. После чего восполняет свою молитву. Так написано в Шульхана-рухе. А Мишна-Брура такой же закон. Если он не помолился в шахарит, а в минху хочет её восполнить, то пусть обязательно скажет между обязательной молитвой минха и восполняемый шахарит скажет ашрай. Вы меня извините, но ашрай он сейчас только говорил перед минхой. Скажет ашрай, потому что сейчас второй раз, потому что за день нужно говорить всё равно три раза. В шахарит с минху. Вы знаете, да? В шахарит два раза, в шахарит. И здесь. А в шахарит он не молился. Он не говорил ашрай, он же пропустил его. Но если он не сказал ашрай, ну не сказал, повторять молитву не надо, она засчитывается ему. Почему? Лишь бы между молитвами была пауза, за которую можно пройти четыре локтя. То есть не сразу. Только последнюю браху принес, и тот же первый. Некоторые даже отступают. Можно, в принципе, не отступать. Как мне кажется, так мы и учили в своё время. Но нужно сделать такую паузу. Рамо дополняет. Если восполняет пропущенную минху после молитвы, аравит, минху не помолился, всё мы разобрали, да, ещё один случай, то сначала пускай скажет, перед этим восполнением молитвы ашрай, который был пропущен днём. Он же дневную не сказал. Поэтому сейчас пускай скажет здесь. Мишнабрура. Запрещено есть между двумя молитвами. Чего запрещено? Кому? Интересное такое замечание, мне так понравилось. Но если уж начал есть, пускай не давится, и пускай, ну, там не написано так, пускай не прерывает, пускай доест. А некоторые приходят и говорят, нет, нет, нельзя же есть. Ну, зараза пускай не выполнят, но прерываться нельзя. А если начал есть, что теперь уже считается вторая молитва не молитвой? Не написано. Изначально нельзя прерываться ни на какое дело вообще между этими двумя молитвами. Даже на учёбу лимут скажет, ну, мне сейчас вообще придёт, нужно готовиться к уроку. Я сейчас Марьев, потом Минху, которую я пропустил. Сейчас между Марьевым и Минхой я быстренько поучу. Время-то же есть. Нельзя это делать. Почему? Потому что нужно это всё сделать. Называется «Осэк ботфила». «Осэк ботфила» – это значит, пока ты занимаешься молитвой, к которой ты присоединяешь свою пропущенную, от неё нельзя отходить. Вот в чём дело. «Осэк» будет. Но слушать Хазанна, который повторяет молитву, если происходит, например, днём в Минху, и ты восполняешь что? Шахрид. Я в Шахриде помолился, в Минху я помолюсь, после Минхи сразу же. Мы начинаем молиться, Миньян. Я помолился в Минху, и мне сейчас нужно сказать, «Осэк ботфила» – Да Хазанна сейчас говорит, повторяет молитву. А это что, прерывание? Нет. Это называется «Осэк ботфила», это всё ещё занятие тфилой, молитвой. Понятно, что это такое, да? Пусть мы на тело отъедаем перед субботой. Суббота началась. Делаем на тело отъедаем. Сейчас у нас будет, кидушь у нас был на тело отъедаем, сейчас мы амуцейк говорить будем. Так большинство людей делают. И все молчат, даже дети. Правильно? А нет соли. И не понимает ничего. Можно сказать «Дайте соли». Почему? Потому что это называется можно сделать, прерываться, сказать всё, и сделать всё, показать, например, что нужно для этой заповеди. То же самое и здесь. Он занимается молитвой, поэтому Хазан, пускай, повторяет, он скажет все свои амены, после чего приступит к своей восполняемой молитве. Шульханарух. Восполнить пропущенную молитву можно только во время молитвы, но если её время прошло, восполнить нельзя. Вот я сейчас могу медленно прочесть эту фразу, и она непонятная. Называется «Восполнить пропущенную молитву можно только во время молитвы, но прошло время молитвы, её восполнить нельзя». А какую молитву вообще говорится? Есть два мнения, два объяснения. Тут говорится о том, что между двумя молитвами должно пройти какое-то максимум, не больше, время, должно пройти время, как минимум, за которое, которого хватит, для того чтобы пройти, которого хватит, чтобы пройти четыре локтя, четыре шага. И такое мнение, а второе говорит, да нет, это говорится о другом, что восполнить молитву можно после обязательной, пока не прошло время обязательной. Вот в это время можно восполнять, потому что если время её прошло, то не к чему присоединять нашу восполняемую. Вот не молился Аравит, и пусть произнесёт Аравит после шахарита, но только за четырёх часов. Вот самое это интересное, во всём этом есть. После четырёх часов закончено время шахарита, и получает за него только награду из милости, да, Тфилат Рахамим. Поэтому не часу, а присоединять чё. Некоторые, такая книга, Дерга Ахаим есть, и говорят, да нет, можно восполнить минху, можно во время Аравита, это принято всеми, но, ай, да нет, я не сказал непонятно. Более того, даже минху с вечерней молитвой только до полуночи, потому что многие говорят, это главное в нашей молитве, вечерней молитве, до полуночи, а до утра уже, до окончания ночи, это уже для всех остальных, но кто не успел, а вот, основное время, потому что до полуночи, а вот при Мегадим, говорят, что нет, можно до утра, спокойно, почему, потому что время для Аравита не установлено, его можно произносить до окончания ночи, и твою присоединённую минху тоже так же можно сделать. Мишна Брурурута говорит, во всех случаях, пока не удалось, когда не удалось выполнить пропущенную, пропущенную молитву после обязательной, не удалось вам, пусть её, пусть её принесёт, но прежде всего скажет, такое условие, но не получается у него, пусть скажет, такое условие, если я обязан её произносить, эту молитву сейчас, принесу её как обязанность, если не обязан, пусть она будет считаться как надава. Шульханарух, восполнить пропущенную молитву, можно только, можно только вместе со следующей, но если пропустил две молитвы, это такое правило, смуха называется, вот я молитву пропустил, соседочит её восполнить, а если две молитвы пропустил, я может быть две могу со следующим пропустить, произнести. Шульханарух говорит, нет, то есть пропустил шахрит и минху, шахрит уже не восполнит, а минху, пожалуйста, во время аравита. А Мишнамбрура дополняет. Если пропустил шахрит, может, потом помолился минху и забыл восполнить шахрит, забыл, уже не сможет сделать этот шахрит с аравитом. Время прошло, ее нельзя починить. Мы помним такое мнение, оно не Лоли Майса называется, о том, что сколько бы ты не пропустил, столько потом можешь ей рассказать. Но в обратном порядке. Об этом сказано в Шаханрух. Я сейчас сказал, что мы проходили, вот сказано, вчера я записал. Если пропустил по ошибке несколько молитв, может их произнести, но в обратном порядке, в качестве надава, никакой награды не будет. Мишнамбрура говорит, если восполняет несколько молитв, пусть скажет условие, если я обязан, это обязанность, если не обязан, надава. Причем произносит их одна за другой, вот именно это мышнамбрура написано, не живуя на руки, в обратном порядке. Пропустил их и произносит в обратном порядке. Сначала аравит, потом минху, потом шахат. А если восполняет их в рожь ходыш, пропустил он не в рожь ходыш, не в новомече. Ты должен здесь, говоря пропущен, должен говорить, что вставку на рожь ходыш. Такое правило. Вот на эту тему, восполнение предсубботних молитв в субботу, и восполнение субботних молитв после субботы. Шульхан Арух, так сказано, если по ошибке не молился, минху, до субботы, не удалось тебе, то, что наши гемори, мы сегодня проходили, пусть при наступлении субботы помолятся две субботних молитвы аравит. Прямо в субботнем, нусах называется, в субботнем тексте. Первую как аравит, а вторую как в исполнении минхи. Рома говорит, то же самое в рожь ходыш. И если не молился минху накануне рожь ходыш, сейчас будет у нас рожь ходыш, начинается вечером, то пусть помолится вечером в рожь ходыш две молитвы, обе со вставками на рожь ходыш. Правило само по себе, само по себе важное правило. Там есть вставочка, в аллея аво, да, называется, на рожь ходыш. Так положено приносить. И если забыл в обычной молитве принести эту вставку, в обычной, в аравит, в вечерней молитве, то не надо повторять всё заново. Если забыл её сказать в шахрите или в минхе, то должен повторить всю молитву заново. Такое маленькое правило. Там есть, правда, сложность такая, где вспомнил о том, что я не произнёс. Если ты успел внутри этой барахи, то ты прямо в этом месте можешь её произнести, эту вставку. Если ты успел вспомнить в следующей, в следующей барахи, которая идёт после, модин называется, да, бараха, то ты возвращаешься снова к РЦ. Ну, прямо сейчас особое правило, сейчас нам это не важно. Но если совсем забыл, в шахрите или в минху, всю молитву должен повторить. Так вот, такое у нас это было правило. А теперь переходим к нашим правилам. Если по ошибке не произнёс вставку на рожь ходыш, что есть такая вставка, в первой молитве, которую ты восполняешь, да, восполняешь, там есть две молитвы. Помните, мы в Рожь ходыш, перед Рожь ходышем не повалились в минху, и теперь у нас в вечер мы можем все две молитвы, его без вставками. Если по ошибке не произнёс в первой молитве молитве эту вставку, произнес её во второй, то пусть снова повторит первую. Он её не произнёс вставку в первой, значит, это что, у вас не оравит, а оравит надо. Пусть повторит первую, потому что полагалось, что первая молитва в исполнении пропущенной. Почему он её не произнёс? Потому что он думал, сначала я пропущенную минху произнесу. А первая молитва пропущенная в исполнении не годится, пускай её повторяет. Вторая обязательная. Но если не сказал вставку в обеих молитвах, и там, и там, или сказал в первой, и не сказал во второй, или знал, что первую молитву, он говорит, как обязательную, но вставку пропустил, а вторую как восполненную, но снова вставку пропустил, или перепутал эти вставки, просто перепутал. В первой не сказал, а во второй сказал, не надо повторять молитву. Интересное правило, нет? Повторяю. повторяет правило повторяю только тогда когда решил что первая молитва у него восполнена это по общим правилам нельзя делать мишнабрура если пропустила равит в рожходыш рожходыш но не молился он синагогу но бедный молился дома пропустил эту вставку утром оказался ой я вижу постучал кто-то по столу да правильно делается если не забываете мы молим сейчас будет алель у нас потом будет мусов много разных правил а я вчера от не помогаю вставку ты не говорил мест на бруже если пропустила вообще равит пропустил не то что савку пропустил и не говорил дрожь рожходы ж такое правило если пропустила равит рожходыш рожходыш настал пропустила это равит и молится две молитвы во время шахрита то если не сказал вставку наружу ходишь в первой молитве может не потерять молитву совсем шоу исполнение равита правило очень интересно в исполняемые молитвы не должна быть более строго чем пропущенная строго ты же не говоришь это ну и можно не говорить если ты пропустил вечерний молитвы ты пропустил вставку строить ее не надо ну так то же самое здесь если ты пропустил ставку в исполняемый хотя она должна была быть составкой она за нашим минховые из минхи тоже она не должна быть более строгой можешь не говорить это шуханарух если по ошибке не молился минху в субботу будет молиться дважды после субботы субботу минху не помолился всякое случается после субботы молится по будничному тексту в первом случае должен сказать авдала мы говорили на эту тему мавдиль если обычно пропускает пропустил мавдиль тоже ничего страшного нет чем что дома же он скажет аль хакос на на стаканах первым искать авдала если эта молитва мара вид автор не надо говорить уже будет восполнение что не есть первое это равит 2 это минха во второе не надо говорить если не сказал авдалу в первой молитве поэтому сейчас делается да у нас не молился минху в субботу но не помолился и сейчас кончил субботу и 2 2 молитвы молится но не сказал она обдала в первой молитве а надо было сказать то что это же вечерняя молитва но сказал во второй трое молитва засчитывается мука коровит а первая молитва не засчитывается ничего нельзя исправить или же как говорил вмешно брура добавь такую фразу если я не обязана и так далее да то это просто на 2 а если обязана я сейчас принесу не больше не меньше не искал авдала в обеих молитвах и не искал не или не искал ни в одной не надо повторять молитву они засчитываются чем вечер там авдалу можно ну не сказала авдала ну скажу мишна брура но если на самом деле произнес первую молитву как восполненную так прям у него такой был кого она называется то она незащитно и еще шульхана рух если по ошибке в субботу произнес минку по тексту будничной молитвы субботу минку уже после шахрина ну что с ним случилось наплыв чувств на эту тему но и очень интересно как сейчас его восполнять это непростая вещь спор между мудрецами можете восполнить пропущенную молитву после аравита на исходе субботы какая тема почему да потому что проблемы с пропущены в субботу аравитом нет то что если не упомянул субботу нужно в субботу упомянуть в субботне молитвы если упомянул субботу в субботнем аравите обязан повторить молитву иначе остается восполнить молитва на завтра шахрит вы понимаете в чем дело при этом обязательный шахрит и восполненный аравит произносится в субботне форме в субботу все в субботне форме будет не все в будничной форме нужно упомянуть субботу в чем дело и по ошибке в субботу произнес минку по тексту будничной молитвы и что теперь восполнять надо ли не надо субботу там не произнес молился они считают что можно вас восполнить автор не надо чем не надо как надо понимать ничего уже ему не поможет или же ли это считается что это была минка ну какая минка без субботы упомянул я в субботу низко субботу не сказал в минке по субботу прям все 19 этих проход почитал поэтому молится воровит так мы сейчас делаем 2 буничные молитвы и говорит во второе авдала во второй ошибка и не говорит во второе авдала она будет как минка а перед 1 обусловит и перед второе год такой фраза будет если я обязан это обязательно молитва тамин который я прочитал неправильно обученному варианту а если не обязан то это моя надоба еще принялся субботу по ошибке уже заканчено это если день был облачный люди решили что наступила суббота зажгли субботние свечи молились субботний аравит а потом вдруг тут че разошлись и засветило солнце суббота еще оказывается не наступило то молитва их которые мы были засчитывается ее не надо повторять если они молились и и после половины минхи понятно если так сделал один человек он должен повторить субботний аравит в свое время мишнабрур говорит то же самое в будние дни если человек обычно молится перед наступлением ночи по мнению мудрецов то есть не не до плагминки от бен самого конца то помолишь все однажды по ошибке до наступления темноты даже после 11 часов без четверти он обязан повторить молитву запрещенные в субботу работы разрешены как для как для общины так для одного человека принявшие на себя субботу по ошибке ошиблись молитве им засчитывается общине работы можно совершать один ошибся молитвы ему не засчитывается и работаем тоже не будет нарушение тоже субботу у него нету вплоть до наступления самой субботы а некоторые учителя считает что те что тот кто зажег свечи уже не может делать работы остальные могут такое правило раз он зажег свечи по ошибке все он принял нельзя субботу но если это пришло во время после плагминки конечно же а если все остальные присутствуют при этом это же приняли вроде вроде бы община для них работы разрешены мнение частное мнение а то ты так сделал для него же все субботу принято и он теперь ничего не может сделать мне на плиту поставить суп не свечи зажечь такой несчастный человек за то что он счастливый потому что не суббота большое вам спасибо сегодняшний урок все хорошего шалом шалом